Это лишение свободы сроком до 10 лет. Я купила его тогда в кредит. Я прошла, в итоге потом все включения, которые были у АЯС. Кто-то крестиком вышивает, а я вот дело шью уголовное. Он ошейник. Друзья, только мы успели позабыть кадры с задержанием королевы марафона в желании Елены Блиновской. Были задержаны три граждане на республикации. Как появилось очередное видео и фото еще одного представителя успешного успеха. В данном жилом помещении будут проводить рискные мероприятия в случаях, не терпящих отлагательства. Еще в четверг блогер АЯС Шабудинов гулял по улицам европейских городов и рассказывал о своем мини-отпуске в сторис. А вчера уже в Москве его задержали за мошенничество. Восемь учеников, которые проходили обучение у Шабудинова, написали на него заявление в полицию. По их словам, суть курса сводилась к тому, что нужно верить в себя и все обязательно получится. В общей сложности заявители заплатили блогеру 5 миллионов рублей. СМИ сообщают, что у правоохранительных органов возникли к блогеру вопросы также по неуплате налогов. На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве. По поводу задержания АЯЗа Шабудинова уже успела порадоваться Екатерина Мизулина. Она даже назвала имена следующих блогеров, кому придут с проверкой. В этом ролике мы поговорим о том, кто такой АЯЗ Шабудинов, как он появился, на чем заработал и сколько, а также о том, за что на него завели уголовное дело и какие перспективы у блогера на ближайшее время. Наталья Калистратова одна из тех учеников Шабудинова, которые написали на него заявление. Уже 4 года она пытается вернуть 1 миллион рублей, которые заплатила за курс. Я случайно стала жертвой АЯЗа Шабудинова. Теперь я добилась того, чтобы возбудили 159-ю статью мошенничества, что, естественно, получилось. Сейчас его арестовали. Вскрыли сейф у него дома, то есть ему конкретно изъяли всякие документы из его апартаментов в Москва-Сити. И сейчас его задержали, и он сейчас находится где-то в центральном МВД, на который очную ставку я скоро сейчас поеду. Мне больше, знаете, что задело? Не то, что я потратилась. Меня задело больше, что это приобрело колоссальный такой масштаб, и очень много людей пострадало. Меня замотивировало то, что потерпевших очень много. И каждого человека, кого я находила, он оказался в очень сложной ситуации. Это кредиты, это долги, это не было, нечего кушать было именно вот этим вот людям. Не мне, у меня-то хотя бы бизнес более-менее работает нормально. У других ребят было вообще, даже денег на адвокатов не было. Наталья решила не просто судиться с Шабудиновым, но и собрать коллективный иск. У меня это уже было как хобби. Кто-то крестиком вышивает, а я вот дело шью уголовное. И потом отнесла это все в Государственную Думу. Обратила внимание депутатов Толмачева и Хейнштейна. Они все это изучили. Далее они сделали запросы в МВД, в прокуратуру, следственный комитет, в ОБЭП. После этого меня начали вызывать в ОБЭП прокуратура. Я давала там пояснения, показания. Сотрудники полиции начинали уже проверять материалы, изучать. После того, как они уже нашли состав преступления, 16 октября 2023 года меня вызвали. Сказали, все, мы нашли состав преступления, все, вот вам 159 статья, подписывайте. Я подписалась. И мне, естественно, предупредили не говорить, не болтать еще две недели, пока его будут ловить. Я, естественно, все это время молчала, не говорила. Но очень хотела сильно рассказать. Меня прям разбирало. В итоге, когда его схватили, а схватили его сегодня, мне уже сотрудники полиции сказали, что все, можете показывать постановление, можете прикладывать все документы к суду. Все нормально, да, то есть его схватили. Поэтому я довольна, я счастлива, что такой мошенник будет сидеть в тюрьме. Юрист Юлия Олейник рассказала, что в конфликте Шабудинова и его бывших учеников речь идет не столько о мошенничестве, сколько о возврате денег за некачественно оказанную услугу. В частности, при требовании потребителя о возврате денег за либо некачественно оказанную услугу, либо услугу, которая не была оказана полностью, или в той мере, в которой потребитель ожидал, у него есть право требовать возврат по закону, и у онлайн-школы есть обязанность вернуть эти деньги. И мотивом конкретно Натальи в данной ситуации является именно отказ школы вернуть деньги за обучение. Школа обещала именно научить предпринимательству. В итоге Наталья не получила ту услугу, на которую она рассчитывала, именно образовательную услугу, а скорее информационно-консультационную. Обещая на сайте именно обучить, потребитель, конечно же, и видит информацию на сайте, потребитель, конечно же, рассчитывает именно на обучение, на приобретение каких-то навыков, знаний, полезных для деятельности будущей. И не ожидает увидеть в услуге онлайн-школы просто какую-то информацию в формате «ну давай, пойдем делать бизнес». Как только новость о задержании Шабудинова попала в СМИ, в его Инстаграме закрыли возможность оставлять комментарии. А команда Шабудинова в лучших традициях российской пропаганды заявила, что новость о задержании — это фейк. Ну, когда начались обыски в офисе лайк-центра, который занимается продажей курсов, опровергать очевидное стало уже бессмысленно. Комментарии в Инстаграме не открыли, но выложили пост в духе «все хорошо, работаем в штатном режиме». «Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляем всю необходимую информацию для проведения разбирательства. Мы работаем в штатном режиме, все наши мероприятия идут по расписанию». И судя по сообществу лайк-центра во Вконтакте, у ребят действительно работа в штатном режиме, потому что курсы продаются и реклама на них тоже крутится. К примеру, на одном из своих курсов блогер обещает участникам заработать 1 миллион рублей всего за месяц. Так кто же такой Аяс Шабудинов? Гениальный предприниматель или очередной инфо-цыган, который продает воздух за десятки, сотни тысяч рублей, даже судя по заявлению потерпевших, за миллион? О том, кто такой Аяс Шабудинов, известно много. Но проблема в том, что это вся информация, которую он сам про себя рассказывает. То есть из каких-то открытых независимых источников получить какую-то достоверную информацию о его прошлом, о его биографии очень сложно, потому что все забито его собственными рассказами, которым, если честно, доверия довольно мало, поэтому информацию о нем нужно воспринимать с такой большой долей скепсиса. Ему 32 года. Это, наверное, правда. Да, ему, наверное, 32 года. Он родился в Ижевске в глубоко религиозной татарской семье. Когда Аязу было 4 года, семья переехала в поселок Куида Пермского края. Его отец занимался производством безалкогольных напитков, а мать работает в компании отца. По словам самого Аяза, несмотря на то, что родители занимаются предпринимательством, жили они небогато и даже бедно. До 15 лет я жил в доме, в котором не было пола. Вместо пола земля и росли грибы. Моешься раз в неделю в бане у бабушки. Потом батя построила нам баню. Каждый день дрова, кочегарка, уголь. Здесь, конечно, эта история такая очень типичная, потому что большинство продавцов успешного успеха, они обязательно рассказывают, что поднялись они с самого дна, что они из какой-то прямо далекой такой глубинки, что родители были совсем небогатые, что жили они бедно, еле сводили концы с концами. Тогда вот у него появилась мечта вырваться из этой всей нищеты, добиться невероятных успехов. И вот он стал, он смог, он заработал миллионы. Это делается именно для того, потому что основная аудитория вот таких вот персонажей, это как раз люди, у которых ничего нет, но которые хотят, чтобы на них свалились вот те самые миллионы. Поэтому, обращаясь к этим людям, они транслируют не свою историю жизни, а историю жизни своих потенциальных будущих клиентов. Вот та самая нищета, те самые какие-то небольшие поселки, откуда человек начинает свою жизнь. И вот они через свою биографию к ним обращаются, что мол, смотри, вот я был такой же, как ты сейчас, и посмотри, чего я добился, и ты тоже сможешь добиться. И это очень хорошо работает. Ну ладно, посмотрим дальше его биографию. После окончания девятого класса, в 15 лет, Шабудинов уехал от родителей в Ижевск. Там у семьи оставалась квартира. А я с экстерном закончил старшие классы, с отличием, и поступил в Удмуртский государственный университет на специальность государственное и муниципальное управление. Еще в школе, чтобы зарабатывать дополнительные деньги, он начал писать стихи на заказ. Затем участвовал в играх КВН, и, как большинство КВНщиков, зарабатывал на жизнь как ведущий мероприятий. По словам Шабудинова, его доход составлял в тот момент 80 тысяч рублей в месяц. На эти деньги он купил в кредит свою первую машину. А потом решил выйти из зоны комфорта и окунуться в сферу, где сможет заработать существенно больше. Тогда он занялся лесозаготовкой. В это же время родители попросили помочь с их бизнесом. Он получил должность директора по развитию в Куединском пивоконсервном заводе, занимался маркетингом, и, как он сам говорит, смог выбить долги и наладить отношения с местными торговыми сетями. Это еще один важный момент. Когда смотришь биографии всех этих успешных, приуспешных предпринимателей, там постоянно повторяются одни и те же какие-то моменты, которые очень цепляют будущих жертв. Как я уже сказал, например, то, что начинал он практически с самого такого социального дна, с самого низа и всего добился, потом обязательно идет помощь родителям. То есть уже в молодом возрасте он решает вопросы родителей, он помогает родителям, он дарит им квартиры, машины или что-то еще. Это обязательно на этом акцентируется внимание, потому что, опять же, у людей есть желание тоже помогать своим родственникам, и когда они это видят, они проецируют эту историю на себя, им тоже хочется заработать те самые миллионы, чтобы решить не только свои вопросы, но и вопросы своих родителей. И, опять же, вся вот эта биография, которую я вам рассказываю, это биография со слов Аяза, поэтому насколько она достоверна, ну, решайте сами. Одновременно с этим к нему пришла в голову идея открыть хостел. На двоих с другом у них было 100 тысяч рублей, они арендовали 4-комнатную квартиру, сами сколотили кровати, купили необходимую утварь, дали объявления на Авито, и дело пошло. Это было в 2013 году, и так появился проект Like Hostel. Вскоре ребята нашли инвесторов и запустили франшизу. Сейчас сеть Like Hostel представлена 50 точками в России и СНГ. Затем появился проект Coffee Life, это небольшие точки кофеин. Вместе с партнёром Шабудинов вложил 65 тысяч рублей, а дальше запустил франшизу по примеру хостелов. В 2018 году Аяз продал свою долю за 151 миллион рублей. В 23 года он создал компанию Like и заработал 30 миллионов рублей. Планировал к 24 годам сделать миллиард, но не получилось. По его словам, первый миллиард он заработал только в 2018 году, когда ему было уже целых 26 лет. То есть уже, видите, ну ничего, ну тоже, ну по крайней мере миллиард уже в 26 лет он заработал. И он придерживался принципа, чем больше бизнесов, тем больше денег. В холдинг Like входила сеть общепита, барбершопы, фотошкола, салоны красоты, компании по продаже игрушек, автошколы, юридический консалтинг и много других мелких компаний. Ещё в 2014 году я понял, на 80% все бизнесы одинаковые, а 20% это уже специфика. Попробовал такую схему, находить крепкого партнёра, который разбирается в 20% специфики и обучать его оставшимся 80%. Но потом что-то пошло не так. Партнёры начали почему-то отказываться от франшиз, говорили, что всё это не работает, бизнесы на самом деле несли убытки. И к 2018 году количество проектов сократилось до 10, а 70% дохода приносил только один, тот самый Лайк-центр, который продавал бизнес-курсы. На тот момент их офисы были в 241 городе России. Сейчас Лайк-центр продают курсы тем, кто хочет стать предпринимателем, но не знает, с чего начать, а также тем, кто хочет масштабировать свой бизнес. Самый дорогой проект обучения стоит 1,5 миллиона рублей, после которого, как пишут на сайте, можно стать мировым лидером в своей нише. А также там была анонсирована бизнес-тусовка, которая пройдёт в следующем году в Сочи. Билеты на неё стоят от 55 до 200 тысяч рублей. Кроме этого проекта у Аяза Шабудинова есть сеть каворкингов и благотворительный фонд «Старший брат», который занимается финансированием проектов учеников школ в его родной Куиде. И опять же, показательная история, то есть очень много бизнесов, про которые рассказывается, при этом никто не знает, существуют они реально или не существуют, работают они или не работают, но деньги приносят обучение, деньги приносят все эти курсы про успешный успех, а все эти бизнесы от автошкол до консалтинга и всего остального, всё это делается исключительно, чтобы можно было всем говорить, что посмотрите, я какой-то серийный предприниматель, у меня огромное количество бизнесов, поэтому кто, если не я, могу вас научить? Вот у меня и кофейни есть, и хостелы есть, и вообще всё так замечательно. Правда, то, что на самом деле это или не существует, или не работает, так как про это рассказывается, никто уже не уточняет, но у жертвы создаётся ощущение, что человек какой-то невероятно талантливый, в 26 лет он уже миллиард рублей заработал, и с самого дна поднялся до таких высот, и значит, у жертвы тоже должно получиться. У Елены Лежневой, которая проходила курсы у Аяза, любопытная история отношений с лайк-центром. Самое первое моё обучение было это при поддержке государства, есть такая программа, как сейчас она называется «Мой бизнес», тогда она называлась немножко по-другому, и был конкурс «Ты предприниматель». Я его выиграла, получила грант от государства, 78 тысяч рублей. И вот когда мы всё закончили, наш руководитель, которая всё это проводила, я ей задала вопрос, куда порекомендуете мне сейчас пойти учиться? Я говорю, вот есть, тогда ещё был ОБМ, и есть Аяза. Она мне сказала, вот, наверное, лучше Каязу. Я просто очень уважала её мнение и решила прислушаться и пойти учиться в Каязу. Это было обучение, называлось «Долина». Оно было, насколько я помню, для начинающих предпринимателей, так и позиционировалось. И, собственно, я и была начинающим предпринимателем. Я купила его тогда в кредит, то есть у меня не было своих денег на это обучение. Стоило что-то в районе 20 с чем-то тысяч. Купила с кредитной карты, оплатила и прошла. После этого курса за 20 тысяч рублей Елена прошла и все остальные, которые предлагала Аяз. Это был бесстрерывный процесс. То есть все эти пять лет я была в Лайке и всегда училась нон-стоп. И рост был понарастающий. В 22-м году у трёх компаний, связанных с Аязом Шабундиновым. Общая выручка составила 4,5 миллиарда рублей, а прибыль более миллиарда рублей. Критика курсов Аяза появилась не сегодня. На сайтах отзывов его обвиняют в промывке мозгов и называют лайк-центр сектой. Блогера также критикуют за полное копирование приёмов бизнес-молодости. Вам можно позавидовать, если вы не знаете, что такое бизнес-молодость. В общем, это, можно сказать, отцы. Это гнездо, откуда вылетело большинство сегодняшних инфо-цыган. Вот весь этот успешный успех. То есть ребята довольно долго промышляли, но потом что-то пошло не так. Информацию с курсов Шабундинова тоже критиковали. К примеру, Аяз часто приглашал выпускников, которые рассказывали о своих успехах, но озвучивая суммы, которые они смогли сделать, не уточняли, это выручка или прибыль. Также на курсах по старту бизнеса на Wildberries говорили о том, что начать можно без стартового капитала, но умолчали от 30 тысяч рублей на регистрационный взнос на площадке. Одно из гениальных решений заработка на Marketplace заключалось в том, чтобы покупать в Китае очень дешево, а продавать в России с большой накруткой. Действительно нужно быть гуру бизнеса, чтобы придумать такую сложную схему. Я просто пришла на концентрат. Знаете, такой бесплатный был курс. Приходишь, прыгаешь, веселишься, а в итоге потом на тебе оказывается кредит, потому что они завладевают паспортными данными людей, так сказать. Дальше уже начинается вот это вот издевательство над людьми, потому что ничего, никакого материала не предоставляют. Информация такая, вода водой. И факт того, что ты деньги потерял, уже всё, он уже случился. И ты уже ничего с этим не сделаешь. Поэтому многие люди, кто покупал курс «А я за шабу демона», они просто смирились с тем, что купили такую дичь, ну и стали жить дальше. Я думаю, что это нормально, что какой-то процент людей недовольные, это тоже нормальный процент, там какая-то конверсия. Но не могут все на 100% быть довольны этим обучением. Кто-то приходит с целью доказать, что его курсы не работают. Конечно, с такими целями результата не будет, я считаю. Критикует «Лайк-центр» и бывший тренер компании Семён Бойко. Он утверждает, что эти проекты Шабудинова не приносят пользы своим клиентам, а только вынуждает их залезать в долги. Бойко утверждает, что вложил 10 миллионов рублей в проекты «Лайк-центра» и всё потерял. За время, пока я находился в «Лайк-центре» вместе с «Аязом», я успел накопить более 10 миллионов убытков. Из них 5 миллионов это были мои личные накопления, которые я накопил за всю жизнь. И ещё более 5 миллионов долгов. Не только со мной так произошло. Когда я начал снимать свои подкасты, серию подкастов, то мне стали писать сотни людей, как они тоже потеряли миллионы рублей. Схема очень простая. Нужно человеку со сцены пообещать какую-то невероятную мечту, долгосрочную. Пообещать, что он построит миллиардную компанию. Пообещать, что он заработает много миллионов рублей в короткий срок или в долгий срок. Наобещать всего, чего угодно. Показать какие-то кейсы каких-то людей и сказать, что у другого человека точно получится. Пообещать ему гарантию возврата и в итоге его вовлечь вот в такую структуру. Дальше с ним нужно подписать юридический договор. А сейчас достаточно просто оферты на сайте и многие люди, скорее всего, даже ее не читают, когда покупают те или иные курсы. Ну вот и все. Юридическую ответственность на вас перенесли. Классическая схема мошенничества, когда злоупотребляя доверием, лицо забирает деньги у пострадавшего. Здесь может быть, наверное, просто бесчисленное количество схем и вариантов ситуации. Ну, например, обещает, опять же, какие-то доходы взятых с пострадавшего денег. Я обещаю тебе, что мы сейчас заработаем на тот миллион, который ты мне дашь, 10 миллионов. Только миллион дай. Хотя изначально лицо, которое берет эти деньги и не предполагает, что он будет для этого совершать какие-то действия и знает, что эти 10, допустим, миллионов заработать нельзя на 1 миллион. И вот эта схема мошенничества. В этом году комик Евгений Синяков выпустил ролик под названием «Инфо-цыгане», большая часть которого посвящена разоблачению Аяза Шабудинова. Сделаю из парня 34 лет миллионера. Откуда он узнал мой возраст? Денег не возьму, для меня это проще, чем заварить дошек. Ну, очень странно, да, слышать от человека, который из тебя собирается сделать миллионера, какие-то отсылки на дошек. Я даже посмотрел двухчасовой тренинг Аяза, и его двухчасовой тренинг я смог уложить в две фразы. Вы говно, а я миллиардер. Вы говно, а я миллиардер. И это не пьяный Дональд Трамп ругается с демократами. Это образовательная лекция, люди за нее заплатили денег. А вот бывший франчези Кофелайк не видит ничего плохого в подходе Шабудинова. Парень зарабатывает деньги на неокрепших умах с неадекватным восприятием мира вполне законным способом, а те, кто шарит в продажах, получают от него реальную пользу в виде комьюнити. Если бы я сейчас дорос в своем деле до понимания, что он мне необходим, чтобы построить автономную систему бизнеса, с радостью обратился бы к нему. Он хорош в лидогенерации и в целом в маркетинге. Аяз очень умный, начитанный, понимает, как устроен финансовый мир, четко знает, чего хочет и зачем все это делает. Возбудили 159-ю статью, я не считаю, это уже факт, это уже есть. Он мошенник. Я не считаю, это уже доказано. В чем же основная проблема Аяза Шабудинова и ребят, которые занимаются примерно похожими этими схемами? Они все выстроены по одному типу, то есть человек делает себе красивую биографию, он создает ощущение, что он действительно добился какого-то успеха, и возможно, он этого успеха и добивается, то есть действительно Аяз очень небедный парень, у него действительно есть его миллионы и возможно даже у него есть миллиард, если мы вспоминаем ту же самую Блиновскую, когда к ней в дом с обысками приходили, все удивлялись гигантскому количеству ювелир, каких-то сумок, всего остального, которые она себе просто понакупила, как сорока, и видно, что шальные деньги там хорошо работали. Но вся эта схема, она работает по принципу как стать миллионером, написать книгу как стать миллионером и продать тиражом миллион экземпляров по одному доллару, вот вы и становитесь миллионером. Примерно так и работает большинство вот этих ребят, которых и называют инфо-цыганами, потому что, по сути, они не дают никаких знаний, они заманивают в свои сети людей, обещая легкий заработок, обещая, что ты через месяц будешь зарабатывать миллион, то есть на сайте у Аяза прямо человеку действительно обещают, что ты вот сейчас дай нам денег, мы тебя научим, и ты будешь зарабатывать миллион, потому что вот у всех же получается, и у тебя получится. Кроме того, если вы зайдете на сайт, то там постоянно выделяются жирным какие-то слова, то, что зарабатывать может каждый, что получится у любого, что неважно вообще какие у тебя знания, неважно какая у тебя база, неважно способен ты заниматься бизнесом или не способен, потому что не все люди умеют рисковать, умеют трезво оценивать риски. Вопрос не только в том, сейчас тебе расскажут какую-то схему, и ты пойдешь ей заниматься, это вопрос вообще какой-то человек. Не все люди предрасположены к каким-то подробным проектам, но тем не менее, если вы зайдете на сайт, людям обещают, что получится у каждого, там постоянно идет накрутка на то, что давай-давай-давай быстрее, заканчивается очередной марафон, начинается вот следующий, осталось столько-то мест, места уже заканчиваются, места раскупают. К сожалению, у большинства жертв подобных курсов, у них напрочь отключается любое там критическое мышление, и они несут деньги. Но проблема Аяза была еще и в том, что он активно заставлял буквально людей брать кредиты на свое обучение. То есть человек приходил к нему, ему вешали лапшу на уши, ему показывали весь этот успешный успех, все вот эти вот дорогие тачки, какие-то истории выдуманные, каких-то миллионеров, которые там вот просто деньги падают на голову. Говорили, слушай, тебе только нужно пройти курсы, тебе только нужно, сейчас мы тебя замотивируем, сейчас ты выйдешь в своей зоне комфорта, неси деньги. Денег у человека нет, ему говорят, так иди бери кредит. Не стесняйся, бери кредит 100, 200, там 300 тысяч. Неси эти деньги нам, потому что уже завтра у тебя будет миллион. Не переживай. И многие люди верили, да, там огромная была накрутка, в том числе просто, чтобы люди брали кредиты и тащили деньги, тащили, тащили, тащили. И при этом накрутка, она шла как со стороны самого Аяза, так и со стороны других учеников, кто там состоит, потому что все обучение, оно как раз строилось по принципу пирамид, когда одни члены, они должны притягивать других членов, чтобы как-то там существовать. И вот это главная проблема. Не то, что он дает какие-то бесполезные знания, если бы он просто проводил какие-то курсы, ну подумаешь, нет ничего плохого там в онлайн-образовании, нет ничего плохого в курсах по бизнесу, их там множество есть. Проблема в том, что человек вводит людей в заблуждение, обещая им в золотые горы, которые они, к сожалению, никогда не получат. И люди просто теряют деньги, люди несут эти миллионы, и судя по тем оборотам, которые показывают вот все эти лайк-центры и все эти компании успешного успеха, и судя по тем претензиям, которые там потом налогово им предъявляют, к сожалению, дураков довольно много, кто во все это верит, несут им деньги, потом остаются безо всего, поэтому, ну, история не очень красивая. И, конечно, Аяс Шабудинов не единственный им, кем одни восхищаются, смотрят на него, как на такого гения, который придумал такую схему, другие его тоже совершенно справедливо ненавидят, потому что, ну, история такая не очень порядочная и красивая, но персонажей таких у нас сегодня много. Да, опять же, напоминаю, что в апреле этого года, если помните, задержали Елену Блиновскую, которую тоже обвинили там в неуплате налогов на какую-то под миллиард рублей она должна была этих налогов, и даже страшно представить, какие там были суммы, с которых она миллиард не доплатила на своих курсах, да, кто там нес ей эти все деньги на марафоны желаний. Еще раньше в махинациях с налогами обвиняли Валерию Чекалину, ее супруга, обвиняли Александру Митрошину. Митрошина, кстати, первая из всего списка, кто погасила долг по налогам, она заплатила 127 миллионов рублей. Блиновская выплатила только 30 миллионов, а Чекалина с мужем сначала вину не признала, потом заплатила 300 миллионов. В случае, если это будет уголовное дело, в случае, если будет вынесен приговор, соответственно, это лишение свободы сроком до 10 лет с штрафом. Это как самое суровое наказание. Если споры будут решаться в гражданском правовом порядке, соответственно, мы надеемся на то, что всем студентам удастся вернуть деньги за курсы именно по той причине, что была оказана не та услуга, на которую они рассчитывали. Тут, наверное, стоит отметить, что одно уже такое дело есть, оно было рассмотрено, и в этом деле суд первой инстанции и впоследствии это решение было засилено судами апелляционной и касационной инстанции, суд приходит к выводу о том, что действительно услуга не являлась образовательной, а скорее носила информационно-консультационный характер. Подвох в схеме лайк-центра скрывался в договоре оферты, который, конечно же, никто не читает. Все ориентируются на те сведения, которые есть на сайте. Вот мы открываем и видим, что на протяжении двух лет школа у нас будет учить предпринимательству. После того, как студент начинает учиться и понимает, что ему все не нравится, он хотел бы вернуть деньги, он приходит в школу, а школа ему говорит, так посмотри в оферту, мы тебе уже оказали услугу. А в оферте оказывается, что срок оказания услуги ограничен 42 днями. Когда студент полтора месяца проучился, пришел к выводу, что продолжать он не хочет, оказывается, он узнает, что услуга вся полностью оказана, хотя рассчитывал на обучение в течение двух лет. И это является как раз таки поводом для отказа в возврате средств. Если 42 дня прошло, то полный отказ. До истечения 42 дней оферта лайк-центр содержит противоречащие законные условия, которые устанавливают по неделям возвраты. Сейчас Аяза, когда я записываю этот ролик, задержали на двое суток, затем ему выберут меру пресечения и, судя по истории успешного успеха его коллег, скорее всего, это будет домашний арест. Да, у нас, если человек не протестует против войны, если не пишет то, что не нравится официальной власти, то в тюрьму усажать не обязательно, подумаешь, сколько людей он обманул, подумаешь, сколько налог недоплатил, то есть это какие-то мелочи, поэтому, скорее всего, там будет домашний арест и, скорее всего, опять будет какой-то торг, видимо, чтобы Аяз подумал, а не пора ли как-то быть более полезным для Родины. А именно такие слухи ходили, когда задержали Блиновскую, когда начались эти задержания, что якобы появилась какая-то концепция в администрации президента, что как-то не круто, что в интернете есть люди с огромными аудиториями, которые считают, что они могут быть вне политики, то есть они ничего не высказываются, при этом у них огромная аудитория, раскручены там аккаунты, огромное количество людей им доверяют, при этом они умеют работать с аудиторией, умеют ее убеждать и умеют вешать им лапшу на уши, получше, чем многие пропагандисты. И как-то не круто, что эти люди до сих пор не при деле, а бегают так на вольном выпасе и зарабатывают деньги. Пора отдавать долг Родине. И вроде как перед выборами президента этих ребят решили как раз пощипать, чтобы они поняли, откуда ветер дует и как-то помогли Родине в сложный момент. В общем, посмотрим, посмотрим, как дальше будет развиваться судьба Аяза. Ну, а вы пишите в комментариях, что думаете по поводу этих историй, чем вызваны эти аресты и вообще доверяете ли вы подобным персонажам. Спасибо, что смотрели, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok